Недавно на канале русофобского пропагандиста Дмитрия Гордона вышло интервью с так называемым историком Тамарой Эйдельман. Напомню, что однажды Эйдельман радовалась бомбардировкам мирных жителей Палестины. Я написала совершенно искренне, что когда я вижу кадры, как Израиль наносит удары по сектору газа, я испытываю некоторое удовлетворение, потому что я хочу, чтобы с этими бандитами разобрались. Войну в Ираке она, кстати, поддерживает и считает вполне правильной. Мне казалось очень правильным вторжением американцев в Ирак. А еще Эйдельман на своих эфирах часто рассуждает, например, о том, сколько было женщин у того или иного диктатора. Альфа-самец, это сексуальный гигант, он должен быть привлекателен. При всем этом у нее много поклонников, которые видят в ее лекциях с подобными заявлениями позитив и луч света. И это в целом все, что нужно знать о ней как об историке. И теперь представьте, чего я ждал, когда увидел, что у нее вышла беседа с Гордоном. Тем более, что это видео у них называется «Жесткий спор с Гордоном о вене россиян». Вероятно, нас ждет эпичнейший жаба-гадюкинг. Не может ведь Гордон просто для хайпа дать ролику такое название. Нет, конечно, никогда такого не было. Ну и прежде чем перейти к просмотру этого шедевра, не забудьте подписаться на мой Рутуб канал и на мой Телеграм по ссылкам в описании. Там очень много эксклюзивного контента и там подобные разборы русофобов и либералов выходят в гораздо большем количестве. Свежие новости от российского предприятия «Совелмаш». Сейчас компания занимается строительством проектно-конструкторского технологического бюро. Давайте подробнее расскажу, почему его нельзя называть просто заводом и что это вообще такое. Бюро занимается очень многими вещами. Разрабатывает технологическую и прочую документацию для изготовления инновационных электродвигателей. Еще в бюро конструируют эти двигатели и все необходимое оборудование для их производства. И проводят испытания опытных образцов. А технологическим бюро называют, потому что в нем создаются и отрабатываются технологии производства разработанных двигателей и прочего оборудования. Плюс к этому всему в бюро занимаются администрированием, патентованием и ведением документации. То есть всем, что необходимо для создания прибыльного бизнеса. Проектно-конструкторское технологическое бюро «Совелмаш» – это единственное в мире предприятие, которое занимается разработкой и постановкой в производство инновационных энергоэффективных электродвигателей. 25 сентября государственная комиссия начала экспертизу объекта «Совелмаш» для того, чтобы выдать документ о завершении строительства, что позволит значительно приблизить вывод в эксплуатацию. А пока ждем завершения, можете подробнее ознакомиться с проектом. Все необходимые ссылки есть в описании. Переходите, изучайте и действуйте. Начать интервью Гордон решил с помощью шутки. Вы знаете, я один из ваших многочисленных поклонников, и вообще я очень, да, я очень люблю историю. Он так об этом говорит, как будто бы и он, и Эйдельман вообще имеют какое-то отношение к истории. Да, у меня на канале теперь будет вот так жестко, привыкайте. Даже не будем толком ничего смотреть, просто хейтим и все. Дальше наши пациенты, не сговариваясь, буквально слились в антипутинском экстазе. Оказывается, что все историки могут в чем-то заблуждаться, совершать ошибки, но только те, кто пишет тексты Владимиру Путину, всегда намеренно врут. История, на ваш взгляд, переврана? Если мы говорим о тех, кто пишет речи для Путина, то она переврана. Но вообще-то есть масса прекрасных, честных, замечательных историков. Они могут ошибаться, они могут что-то не знать, но во всяком случае они работают честно. В общем, классика. Если в окружении Путина кто-то ошибся, то это нагло и циничное вранье. А если там Солженицын, Акунин или Виктор Суворов пишут какую-то дичь, то это как бы просто ненамеренная ошибка. Дальше Гордон, видимо, решил пойти по своей привычной методичке и начал рассказывать об ужасном Советском Союзе. Как много сегодня развелось людей, которые ностальгируют и с тоской вспоминают советское прошлое, Советский Союз, какая это была прекрасная страна. Айдельман, конечно же, не стала с ним спорить. И это понятно, ведь она не имеет никакого отношения к званию объективный историк и работает по той же методичке, что и Гордон, по сути. А сам Гордон просто ненавидит все, что связано с Россией и везде выискивает только говно. И я, конечно, туда нырнул. Ну а дальше он перешел с советского периода на всю российскую историю. Вы знаете, я пришел к выводу давно уже, что вся история Советского Союза, да, в общем-то, России в основном, это история преступлений, пыток, истязаний, бесцельных, отвратительных, ужасных. И Айдельман все так же молча кивает. Она ведь кто? Либеральный историк. А это означает, что ее мнение об истории России полностью совпадает с мнением русофобского пропагандиста. Ничего в этом удивительного не вижу. И мне даже, знаете, чисто по-человечески интересно, а как ей вообще живется в такой атмосфере. Ведь всю российскую историю, то есть то, что она всю жизнь изучает, она считает кромешным кровавым адом. То есть речь идет, насколько я понимаю, 50 миллионах погибших за 20 век. Вот вам такая цифра? Есть цифры 60. Здесь наши пациенты пытаются подтвердить свои слова о кровавой советской власти и приводят цифры в 60 миллионов убитых советских граждан за весь 20 век. Но почему-то они умалчивают о том, что в основном это были жертвы двух мировых войн и перестройки. И поэтому гораздо логичнее, на мой взгляд, в данном случае было бы обвинять не советскую власть, а внешних врагов. А потом Эйдельман забыла название собственной лекции. И обратите внимание, какие синонимы она перебирает. Начала поездки со своей новой лекцией, которая называется «Обричина ли Россия на тиранию?» На диспатию. Ой. На диктатуру. Что я говорю? Но выбрала она, конечно же, диктатуру. Видимо, потому что именно это слово указано у нее в методичке. Потому что, согласитесь, сейчас явно видно, что у них прям вот задача поставлена использовать одинаковый лексикон. Мы уже изо всех либеральных утюгов по всему ютубу слышим про ГУЛАГи, русских оккупантов-фашистов, путинскую Россию и полномасштабную войну. А дальше начинается самое интересное. Гордон начал подводить все эти свои антисоветские рассуждения к полноценным фашистским высказываниям. Результатом этого стала, на ваш взгляд, отрицательная селекция. И Эйдельман сначала пытается кокетничать. Я не верю в отрицательную селекцию. То есть, конечно, она в какой-то мере, безусловно, происходит. Нет, ну что вы, Дмитрий, ну какая селекция? Ну, да, вообще она была. Но потом Эйдельман, видимо, сообразила, что ее затягивают в какую-то опасную игру. И поэтому она решила задавить русофобского собеседника банальной логикой. Что, впрочем, в случае Гордона совсем несложно. Вот предки тех, кто выходил на Майдан, они ведь тоже прошли? И почему-то вышли. Тут Тамара вроде как опровергает слова Гордона тем фактом, что, по их мнению, нашлись нормальные люди на Украине, которые вышли на Майдан. А значит, что это их, так называемая, отрицательная селекция не работает. Но на самом деле Эйдельман поступила намного хитрее и все вывернула. И мне кажется, что вот такие люди доказывают, что отрицательная селекция не на всех работает. Оказывается, что отрицательная селекция работала, но только на тех, кто не нравится лично ей и Гордону. Ну, то есть на всех россиян, которые любят свою страну. На жителей Донбасса, которые выступали против Майдана. Все это, получается, и есть жертва отрицательной селекции. И здесь Эйдельман заняла очень удобную для себя позицию. Она выглядит порядочным и умным человеком, потому что дает отпор откровенному фашисту, который ненавидит русских просто за факт того, что они являются русскими. А ведь Гордон здесь начал даже про генетическое, блять, рабство затирать. С таким бредом даже Эйдельман начала спорить, но при этом называть подобные заявления фашистскими она все равно не стала. Существует ли, на ваш взгляд, в русском народе вот этот ген рабства? Вы считаете, что ген рабства существует? С таким бредом даже Эйдельман начала спорить, но при этом называть подобные заявления фашистскими она все равно не стала. И когда начинают говорить о генетически передающихся свойствах всего народа, это очень опасный путь. Он может завести очень далеко. Следующий шаг, конечно, будет, что надо как минимум изолировать или уничтожить всех с неправильными генами. Но пропагандист Гордон вообще не смутился ни капли и продолжил подробно раскрывать свою позицию. Действия русского народа показывают, что это какой-то особый народ. Причем не в плане великости, а совсем в другом плане. Но это вырожденчество какое-то, это уродство просто. Не до человеки просто. Далее он даже противопоставил один народ другому. Белорусы сами по себе, конечно же, более добры, намного более добры и демократичны, чем россияне. Конечно. Дмитрий, вы это серьезно говорите? Ну, Эйдельман тут, конечно, очень скромно ответила. Ей бы стоило поучиться у своих коллег по либеральному цеху и начать разговаривать с Гордоном примерно вот так. Вы что, ебнулись, друзья? Вы ебнулись совсем? Но пропагандист Гордон не унимается. Ну, вы знаете, когда ты заходишь в обычное кафе там на Урале и женщины в 9 утра уже пьют по стакану водки, то, конечно, я в Украине такого не видел. Пьянство этого, лени этой, у нас все было ухожено всегда, чистенько, аккуратненько, покрашено в массе своей. Это очень неадекватные люди. Русских можно узнать за границей всегда. Знаете почему? По громкому разговору, по бесцеремонности, по хамству, по агрессивности. Это население, это сброд. Вот он вроде сам подает себя как профессионального журналиста, интеллектуала и любителя истории. Но уровень его рассуждений это же просто бабульки у подъезда. Его теща на интервью точно так же рассуждала. Я, конечно, в России 30 лет не была, но я точно знаю, что там кромешный кошмар и там вообще все спиваются. Я никогда не скажу, что русский народ плохой. Я сказал, заметьте, в массе своей, то есть я целый народ, я никогда повторяю, не скажу, что русский народ плохой. Да в смысле? Гордон уже несколько лет именно это повторяет почти в каждом своем видео. Это страна вечной нестабильности, вечного перегноя и вечного рабства. И учит этому своих детей, между прочим. Россия очень плохая страна, Алисочка. Человека ненавистническая. Это страна, которая не любит других людей, но она и своих людей не любит. Обратите внимание, он здесь сказал не про человека ненавистническое правительство или про плохого Путина. Он сказал именно про страну. Но знаете, что самое смешное? Эйдельман, которая яростно критиковала заявление о генетическом рабстве, в итоге сказала вот что. Жестокость, покорность перед пропагандой и так далее, это результаты советской власти. А вовсе не каких-то национальных черт. То есть русские люди реально жестокие и подвержены пропаганде. Но не из-за генетического рабства, а из-за советской власти. При этом на украинцев данная теория почему-то не распространяется. Речь идет именно о русских. Понимаете, когда вы говорите, что большая часть жителей России отвратительна, я не могу с вами согласиться. Согласитесь, звучит вроде как неплохо. Но на самом деле нормальными людьми Эйдельман называет дружественный ей либеральный лагерь. Во второй половине интервью наши пациенты долго обсуждали Сталина. Ну точнее Эйдельман попросили рассказать о нем хоть что-нибудь, кроме словосочетания «кровавый диктатор». И тут она полностью показала весь свой профессиональный и интеллектуальный уровень. Известную фразу о том, что Сталин принял страну с Сахой, а оставил с ядерной бомбой, Эйдельман считает глупостью. Да, кровавый тиран, но взял Россию с Сахой, а оставил с ядерной бомбой. И я совершенно не считаю атомную бомбу заслугой. Лучше уже остаться с одной Сахой, на мой взгляд. Да, надо было оставлять страну с Сахой, потому что ядерной бомбой это ай-яй-яй, кому-то Бубо может сделать. И все вот эти вот сохраняющиеся мифы о том, что Сталин выиграл войну. Да, кстати, Сталин проиграл. Если вы не знали общеизвестный исторический факт, историк Тамара Эйдельман не даст соврать. В конце интервью Эйдельман по просьбе Гордона дала зрителям наставление. Каждый должен решать сам, как он действует. При этом она сама почему-то не пользуется собственными советами и на выборы, например, ходит как-то вот так. Когда я, конечно, пошла проголосовала на выборах в Думу, уж не помню за кого, но я следовала предложению Навального голосовать за кого угодно, только не за партию жуликов и воров. Знаете, сейчас меня не покидает ощущение, что я посмотрел диалог плохого и хорошего полицейского. На фоне явного русофоба и фашиста Гордона Эйдельман вроде как выглядит выигрышнее. Я сейчас немножко попытаюсь даже оправдать немцев. И чем русские хуже немцев? Я опять, как и в прошлый раз, хочу спросить, вы что там, ебнулись совсем? И доверчивый зритель встает на ее более правильную и взвешенную сторону, как бы, но оказывается обманут им еще больше. Под маской критики фашистских высказываний Эйдельман на самом деле проталкивает особо ничем не отличающуюся либеральную повестку и считает правильными только тех русских, кто разделяет ее взгляды. В общем, борьба была равна, боролись два говна. На этой позитивной ноте сегодня заканчиваем. Большое спасибо, что посмотрели. Не забудьте поставить лайк, не забудьте нажать на колокольчик, не забудьте подписаться и оставить комментарий. И переходите по ссылкам в описании на все мои социальные сети, подписывайтесь туда. Всех очень везде жду. Спасибо, что посмотрели. Пока.